Дельный радиоканал Анна Клисун, доброе утро, Аня Доброе утро И бенд-лидер, пианист, аранжировщик, композитор Игорь Надеждин Игорь, здравствуйте Доброе утро Давайте разбираться, потому что замешано в вашем коллективе столько всего Столько умных слов я сегодня узнала Знаете, и бразильская босанова, и бразильский джаз И смесь джаза и самбо Ну то есть просто какая-то фантастика Но прежде чем мы начнем с вами разбираться во всем этом Я хочу сказать, почему мы сегодня с вами встречаемся У нас же потрясающий повод 14 апреля в тропической оранжерии аптекарского огорода Состоится уникальнейший концерт ансамбля Эш И сегодня мы тоже его непременно обсудим Это и место потрясающее И программа, я слышала, у вас будет какая-то невероятная Ну давайте обо всем по порядку Все, я замолкаю, даю слово вам Расскажите, о чем ваш ансамбль и про что он? Наверное, Игорь Хорошо Молодец Умная женщина Пару секунд подумала Наверное, Игорь, хорошо Ну, наверное, надо сказать прежде всего о том, что мы очень любим звучание музыки, в которой используется португальский язык Это главное, потому что португальский язык очень музыкален, он свингует Он сам по себе, как музыка, когда бразильцы разговаривают, жестикулируя и понижая, повышая свою интонацию Уже хочется подстучать там как-то и так далее То есть это уже само по себе Ну а, соответственно, когда это соединяется с мелодией, с красивой, с необыкновенной гармонизацией, аккордами, то это, собственно, так и рождается, видимо, хорошая музыка Правильно я понимаю, Анна, что исполняете песню вы на португальском языке? Абсолютно, причем я использую, как это называется? Диалект Диалект, да, именно Рио А, Рио-де-Жанейро Рио-де-Жанейро, да, потому что я... есть несколько вариантов, есть вариант Сан-Паулу Ага, для меня эти названия, знаете, это вот прям сериалы, да, вот это Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Анна-Мария Диалекты разнятся несколько произношений, да Нет, диалекты разнятся, и больше вот в Рио-де-Жанейрском диалекте там больше буквы Ш И она такая теплая, такая... нет, именно Ш, там джимайш, там на конце, например... Сан-Паулу говорит димайс Димайс, или димайс Мне кажется, более жесткий такой вариант, да А можете сейчас нам пожелать доброго утра нашим слушателям и телезрителям Анна, вот на своем роскошном диалекте португальском? И когда вы меня врасплох затоите, я не могу, мне надо, мне нужно бунджи, и это уже позже чуть-чуть будет А сейчас еще утро, я сейчас вспомню немножко Давайте попозже Есть некоторый языковой барьер Я учила португальский уже не один раз Я пою на нем практически без акцента, потому что бразильцы никогда не могут понять, что я русская Но при этом я никогда не могу говорить на португальском языке Я его учила полтора года, честно А потому что настоящая артистка, правильно? То есть пою в совершенстве, а сказать не могу И самое главное, понимаю, о чем пою В этом все и беда Я на нем думаю Да, и я могу даже подумать Но когда мне быстро говорят, вот скажи вот это, у меня начинается ступор Ага Я понимаю, что я сейчас не могу, да? Скажу потом Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что ансамбль Эш Эш, кстати, про название мы поговорим чуть позже Я-то уже знаю, как переводится Эш с еврита А наши слушатели, телезрители не в курсе Как так получилось, что именно португальский? Не испанский, не французский, не вот Это все из-за басанова, из-за жанра? Музыка-то да, собственно Дело в том, что бразильский джаз, ну скажем так, давайте назовем басанова Поется на португальском языке Я к тому, что родились-то вы в Советском Союзе, да? Анна в Казахстане Игорь в Узбекистане И вот это вот басаново, португальский язык, Бразилия Как оно все случилось в вашей жизни? Давайте поговорим после того, как послушаем песню в эфире телерадиоканала Страна ФМ Настя Задорожная и ее композиция, которая называется «Мили» Ну так вот, «Мили, доброе утро» Первый и единственный телерадиоканал Страна ФМ А у нас счастье продолжается Но это чуть попозже, вы обещали рассказать, как создавался ваш коллектив Учитывая то, что вы из таких разных мест Учитывая то, что, ну вот как-то вот В Израиле, по-моему, вообще в принципе, да, идея зародилась Насколько я знаю коллектива Игорь, вам слово Совершенно верно, в Израиле Я прожил в этой стране более семи лет Я познакомился там с бразильскими музыкантами, с выходцами из Бразилии В Израиле, да, такие живут выходцы из Бразилии, чудесные музыканты В принципе, они меня и, наверное, и заразили любовью к этой музыке Я с ними общался, с ними играл И, скажем так, басанова мне всегда нравилась Но тут я просто увидел, как бы, другие стороны этой музыки Такая рил басанова, да? Да, да, даже не басанова, а более аутентичная бразильская музыка Вот, и у меня возникла идея, в общем, самому попробовать себя в этой власти Так, и в какой это момент к вам присоединилась Анна? О, это прошло еще немало времени, я переехал жить в Москву А сначала коллектив назывался Бразил Джаз, да? Вообще ничего, никаких не было коллективов Коллектив зародился при встрече со мной Да, коллектив был создан здесь, да, собственно, Анна и спровоцировала создание коллектива Потому что я как раз, приехав сюда, посмотрев на разнообразную, разношерстную музыкальную жизнь Москвы Понял, что надо что-то такое придумать, чего на музыкальном, скажем так, рынке еще не было А не боялись, Анна, что сложно это будет для нашей публики, которая вот там ламбаду подавай? Вы знаете, мы в тот момент не думали вообще про сложность, это первое А второе, я была совсем юная, приехавшая из Казахстана девушка, которая хотела поступить куда-то учиться петь И тут мне говорят, вот тут пианист из Израиля приехал Ага Говорит, кастинг устроил, слово модное, кастинг На самом деле это просто сидел пианист, который прослушивал подходящую для себя певицу Ну, я пришла, что-то там промямлила Ну, Игорю, видимо, понравилось что-то Зацепила, да? Интересно Тут бывает так, что приходят готовые певицы, которые все уже умеют Ну, из них не слепить Нет, какого-то огонька, видимо А тут, видимо, что-то щелкнуло Произошел химический процесс А правильно я понимаю, что, Анна, тогда еще понятия не имели вы о португальском языке? Нет, вот теперь я расскажу, что я выросла на море, на Каспийском И в моей жизни там был человек тоже Я пела в популярном там ансамбле Неважно, это уже сейчас прошлое Но он дал мне много разной музыки Джаза там не было в маленьком моем городе Актал Но зато у меня был альбом Антонио Карлса Жабима Так И там пела Астру Джильберта Мне казалось, что это просто фантастически круто И там было на португальском языке И все, меня это заворожило Конечно, мне эта музыка нравилась лет с 15, наверное, с 14 И уже, когда пришла идея, предложение от Игоря Выучить несколько песен по-португальски Я это приняла тут же Буквально за месяц я выучила песен 10 И мы уже начали чего-то там вместе такое играть периодически А насчет концертов это уже было позже Мы вначале играли доступную музыку Нам вначале нравилась очень Таня Мария И мы вначале для начала Мы же не знали, Бразилия далеко Как бы Игорь владеет джазовой техникой исполнения И все-таки бразильская музыка это специфическая музыка Там надо очень много знать Материала именно аутентичного Чтобы можно было посмотреть Для начала мы услышали Таню Марию Очень понравилось Как бы Игорь эти аранжировки снял Мы это играли То есть мы начали не сразу с авторской музыки А мы начали с музыки, которую играла Таня Мария Более популярная история Мы как бы играли кавера в общем-то Дело даже не в том, что Дело в том, что музыкантов, которые мы пригласили в коллектив Это джазовые музыканты И они владеют джазовой техникой А тут нужна была специфическая именно бразильская И надо было на чем-то научиться Вы знаете, мне кажется, самое время спеть Но сначала мы послушаем одну песню В эфире телерадиоканала «Страна FM» А вот после нее мы сразу уже будем петь Потому что вот что мы сделаем Доброе утро! Скоро мы продолжим наш разговор «Страна FM» Наше утро продолжается Для тех, кто только что к нам присоединился Я напоминаю, что у нас в гостях солист Консамбля «Эш» Анна Клесун И бэнд-лидер коллектива Игорь Надеждин 14 апреля в тропической оранжере Аптекарского огорода состоится концерт, ребят И это будет какая-то очень крутая программа Я так понимаю, да? С музыкантами, с инструментами Надеюсь Что значит «надеюсь»? А что значит «крутая»? Ну, потому что в Аптекарском огороде Не бывает ни крутых концертов Учитывая даже то, какая там потрясающая площадка Просто потому, что будет бразильская музыка И будет соответствующая обстановка Наконец-то Пальма, магнолия Пальмы, магнолия Тропики, вот эти ароматы Мы будем очень стараться Все, что нужно Идеальные условия для басановы И для басановы, и для самбы Все будет просто круто Мы с вами обещали несколько минут назад Исполнить песню Давайте мы это сделаем Чтобы подарить всем настроение С утра пораньше Сейчас многие едут на работу Наслужат Слушают, прям зажечь Я на самом деле сейчас хочу Исполнить одну очень смешную песенку Называется она «Щиклэйтком банана» Банана я услышала Жвачка с бананом Здесь, да Здесь немножечко высмеивается Бразильским композиторам Американская музыка Потому что некоторые Бразильские композиторы Ревностно относятся к тому, что Бразильские музыканты Играют джаз А также, когда американцы Пытаются играть басанову Или тем более самбу Бесит их И бесит Потому что это все Очень кондово и ужасно Мы об этом говорили Что для того, чтобы Прежде чем мы начали играть Вот на этом уровне Который сейчас у нас Прошло много лет Мы существуем уже 16 лет 16 лет Ансамблю Эш Да, ансамблю Эш 16 лет И тем самым ансамблем Эш Который вот Играет уже на определенном уровне Музыку Мы стали Не так много лет назад Пару недель назад Буквально Имеется в виду В девятом В девятом году Мы сделали Такую Программу Антипублика Называется, наверное Анна, у нас две минуты До До рекламы Давайте споем Играет музыка Играет музыка Уху Это было круто Вот теперь я понимаю Что такое бразильское буса Нова, самбо И весь этот потрясающий Горячий микс Наше утро продолжается Встретимся через несколько минут Доброе утро. Вот пытаюсь я за кадром разобраться с нашими гостями, что же такое басаново вот в чистом понимании, что такое басаново по-русски. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях ансамбль «Эш», Анна Клесун, солистка коллектива и бенд-лидер Игорь Надеждин. Вот только что перед Верой Брежневой мы исполнили песню про бананы, и вот я просто восхищаюсь оттенками, какими-то нюансами и языка, и исполнения. Я так понимаю, вы в нашей стране, так сказать, главные держатели традиций бразильского жанра, верно? Давайте уж похвалим себя. Может быть, не бразильского жанра, да? Джаза. Именно самбо-джаза, именно самбо-джаза, именно джаз мы делаем упор, потому что сейчас, если, например, 10 лет назад, может быть, мы были и единственным ансамблем в Москве, который играет бразильскую музыку, то сейчас уже достаточно много. Конкуренты подрастают, да? Это даже не конкуренция, это просто параллельные ансамбли, вот и все. То есть они больше играют, скажем, аутентичную музыку. Ну как аутентичную? Больше называется это бразил-поп. Ага. Это такая более классика даже, что ли? Нет, это музыка популар бразилейра, это что называется, да? О, Анна заговорила по-португальски, свершилась. Это просто такой термин бразильский, естественно, вот и все. То есть джаза, как такового, вообще, в принципе, нет в Бразилии. То есть люди хотят играть в джаз. И там в 60-е годы тоже было поколение музыкантов, которые играли, скажем, есть такое, как это называется? Общество, направление. Когда бибоп играли, как эта часть называется? Ну, первое. Пошли, пошли, у нас в эфире термины. Нет, часть, часть, развитие джаза, как это называется, не эпоха, а, ну, скажем, эра бибопа была и в Бразилии, но своя бразильская эра была. То есть там тоже импровизировали, там тоже играли вот этот джаз с бразильскими акцентами и так далее, и так далее. Но, как бы, по сути, сейчас этого в Бразилии нет, там больше работает именно попса. Игорь, когда вы работаете на российских площадках для наших российских зрителей, вы чувствуете, что вас понимают, что вот то, что вы делаете, действительно, люди, ну, как бы, они чувствуют и понимают, что столько сил в это вложено, что это не вот бразилиан поп, как вы говорите, да, а реально качественная музыка, над которой вы работаете много лет. Есть у вас такие вот поклонники, которые... Знаете, я, наверное, не думаю, ну, как сказать, я не думаю о том, качественная эта музыка или нет, я просто стремлюсь делать то, что мне нравится, то, что созвучно, скажем так, моему сердцу. А как на концерте вы понимаете, что все, вот все, зал зажегся? Нет понимания и есть ощущение, что нет контакта со слушателем. Но это бывает, мне кажется, у всех музыкантов. Это всегда бывает. Не в жанре музыки, не в жанре музыки. Мне кажется, музыка играется, прежде всего, сердцем. И если, как бы, происходит зацепление, оно происходит. Независимо от стиля жанра, а если его нет, он его нет. Я знаете, почему спросила? Потому что все-таки мы, российские люди, с таким менталитетом все-таки нордическим, северным. И вот эта вся бразильская история самбо, джаз и вот эта горячая, немножечко как бы от нас далеко. И здорово, что все-таки ваша история находит такой невероятный отклик в нашей стране. Я предлагаю сейчас, знаете, что сделать? Посмотреть небольшой видеоматериал с вашего выступления, увидеть вживую, как это происходит. Все, кто нас слушает, быстренько включайте Страной ФМ и наслаждайтесь. Ансамбль Эш. Так, вот уже пошли у нас первые звуки. Первый контакт с самбо. Я хочу петь самбо. Я хочу петь самбо. Анна Клисун, Игорь Надеждин, коллектив Эш. Я хочу петь самбо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я очень всех приглашаю на наше выступление, потому что это должно быть действительно зажигательно и замечательно. К тому же у нас в составе будет наша прекрасная Дарья Чернакова, которая уже много раз ездила в Бразилию, и мы с ней... Она играет на контрабасе. С ней вы будете петь. И мы с ней в дуэте очень часто поем какие-то припевы, и это на самом деле очень здорово и интересно посмотреть. Люди это очень любят. Приходите и убедитесь сами. 14 апреля, начало во сколько? В 19.00. Аптекарский огород. Бразильский джаз, самбо, босанова, Игорь Надеждин, Анна Клесуна, девушка, играющая на контрабасе, там тоже будет. В общем, это будет горячо и жарко. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в гости. Рассказали нам про вашу творчество, это было круто. Ансамбль Леш был в гостях телерадиоканала Страна ФМ. Прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока. Телерадиоканал Субтитры сделал DimaTorzok